Часто случается так, что два события, мало чем связанные между собой, наталкивают на выводы, которые никогда не придут в голову, если наблюдать их отдельно. Те два инцидента, которые мы приведем ниже, связывает только одно – море. Номер один. 8 ноября текущего года в водах фьорда Хельтифьорден в Норвегии потерпел аварию и затонул фрегат королевских ВМФ Хельге Ингстад. Расследование инцидента велось по двум направлениям. Первое – причина аварии, а второе – причина затопления боевого корабля, который по определению должен быть стойким к любым механическим повреждениям и иметь возможность оставаться на плаву в самых критических ситуациях, даже получая пробоины в ходе боя. Это особенно важно для высоких широт и холодного моря, где попавший в воду человек имеет намного меньше шансов выжить, нежели в теплых морях. Авария случилась вследствие столкновения фрегата с танкером Соло-ТС, шедшим под мальтийским флагом от терминала Порто-Стуре. На мостике фрегата только что сменилась вахта, и, по идее, смена была отдохнувшей и готовой к выполнению своих штатных функций. Все произошло в темное время суток, и фрегат шел со скоростью 17 узлов, ориентируясь по приборам. Комиссия считает, что движение с такой скоростью ночью вблизи порта с оживленным судоходством было опрометчиво. К тому же на Ингстаде была отключена передача идентифицирующих данных через транспондер. Соло-ТС только отчалил от терминала и потихоньку набирал скорость, и в момент предшествующей столкновению набрал скорость не более 7 узлов. Что характерно, на Ингстаде танкер приняли как неподвижный объект и не обращали на него внимания. Визуально танкер тоже не обнаруживался, поскольку его навигационные огни слились с огнями порта и других судов. Насколько можно понять, на Соло-ТС поняли, что столкнулись с фрегатом НАТО лишь после того, как на нем включили транспондер. А на фрегате заподозрили неладное, когда сработала система оповещения об опасности столкновения. Но при их скорости уже не хватило времени выполнить маневр уклонения, а танкер не смог бы сманеврировать, даже если бы с него заметили что-то неладное. В общем, мостик фрегата сработал крайне неудачно, и как отмечает комиссия, авария стала возможной не по причине какой-то конкретной ошибки, а по совокупности ошибок и неправильных решений. Как тут не вспомнить еще одно столкновение, только уже американского эсминца Джон С. Маккейн с танкером Алник МС в районе Сингапура. Причем тогда 10 американских моряков погибло. Но случилось то, что случилось. В самых первых сообщениях с места событий говорилось о том, что навигационное оборудование фрегата было скомпрометировано ошибочными данными GPS. Но позже эта информация не упоминалась. В самом деле, это произошло в конце крупнейших учений НАТО в этом районе и продолжающихся учений ВМФ РФ. Развитие темы глушения или выдачи ложных показаний системы геопозиционирования прямо бы привело к тому, что россияне средствами РЭБ вмешались в работу бортового оборудования фрегата НАТО и вывели его из строя. Если это подтвердилось бы, то всей той массе войск не следовало расходиться, поскольку это был бы классический казус Белли. Но именно этот аспект потом никак не комментировался. А буквально на днях, примерно в этом же районе, в водах Финляндии, обнаружены массовые повреждения морских коммуникационных кабелей, что привело ко временной потере мобильной и другой связи. Кто и где повредил кабели, сейчас выясняют. В любом случае, сейчас рассматривается главная версия – ошибки экипажа. Однако возник и второй вопрос о том, почему фрегат так быстро затонул, хотя повреждения были нефатальными. Военные и не только военные корабли оборудуются водонепроницаемыми переборками, которые отсекают воду от поврежденных частей корабля, и он обязан оставаться на плаву. Как выясняется, забортная вода стала распространяться вдоль ведущего вала и таким образом достигла машинного отделения, а потом двинулась дальше, неостановленная водонепроницаемыми переборками и другим отсекающим оборудованием, которое обязано было предотвратить затопление других отсеков. Когда стало очевидно, что предписанные мероприятия по борьбе за живучесть не дают результатов, экипаж был эвакуирован, а фрегат затонул у берега. Именно второй комплекс вопросов оказался куда более тревожным, чем ошибки экипажа, которые совершались другими экипажами военных кораблей до норвежцев и будут совершаться после них. Корабль не должен был затонуть при таких обстоятельствах просто потому, что его конструкция не должна была предполагать подобного развития событий. Дело в том, что Норвегия располагает пятью фрегатами класса Фритьев Нансен, и еще четыре остаются в строю, скорее всего с такими же дефектами, которые сводят их живучесть практически к нулю. Производитель фрегатов – испанская верфь Навантия. Сама разработала этот фрегат и выпускает его не только для Норвегии, но и для флота самой Испании, где в строю пять фрегатов класса Альваро де Басан других стран. Примерно эти же конструктивные решения применены для ракетных эсминцев ВМФ Австралии, которых построили уже три штуки. К чести Навантии, производитель мгновенно отреагировал на инцидент и предоставил следственной комиссии доступ ко всем необходимым документам, связанным со строительством этих фрегатов. Чем там все закончится, пока неизвестно. Однако по предварительному отчету комиссии ВМФ Норвегии уже приняли неотложные меры для того, чтобы обеспечить, насколько это возможно, более высокий уровень живучести фрегатов. Но уже понятно, что у Навантии они больше не станут покупать кораблей. Номер два. Второй инцидент нам намного ближе, поскольку произошел в Черном море, южнее побережья оккупированного Крыма. Как уже хорошо известно, состоялся морской бой, в котором приняли участие три катера ВМФ Украины и корабли ФСБ и ВМФ РФ при поддержке боевой авиации. Надо заметить, что из трех катеров было два малых бронированных артиллерийских катера и один буксир. Причем вся эта небольшая флотилия не слишком приспособлена к условиям открытого моря, а скорее призвана выполнять свои функции вблизи берега или в руслах рек. Тем не менее, они вполне успешно дошли от Одессы до Керчи, где и вынуждены были принять бой. Как теперь выясняется, россияне пытались таранить и буксир, и наши катера. Если с буксиром более или менее получилось, и даже нанести ему повреждения, то с катерами не получалось категорически. Согласно радиоперехвату, предоставленному СБУ, в котором зафиксированы переговоры российских кораблей и самолетов, корабли ФСБ несколько раз пытались таранить наши катера, но те легко уходили от столкновения и маневрировали так, что россияне ничего не могли с ними поделать без применения оружия. Поскольку от столкновения буксир потерял часть хода и шел на одной машине, бронекатера были вынуждены маневрировать рядом с ним, чтобы не бросить на растерзание российским кораблям, которые могли его и потопить. Однако сами катера не подверглись столкновениям, и, как утверждали сами россияне, легко отрывались от них, а это значит, что в принципе могли уйти из этой зоны, но тогда им пришлось бы бросить буксир. Не бросили и отвлекали внимание кораблей на себя. Насколько удачно катера маневрировали, можно судить по тем повреждениям, которые нанесли друг другу корабли ФСБ «Дон» и «Изумруд», пытавшиеся зажать наш бронекатер. Жаль, что те пробоины, которые они причинили друг другу, оказались выше ватерлинии, а то крабы хоть раз бы отомстили им за то, что их едят даже знаменитые зэки в своих камерах. Тем не менее, объективно, наши катера оказались для россиян недоступными, а командиры катеров на голову выше и опытнее. Именно по этой причине россияне открыли огонь по катерам из бортового оружия. Потому как дальше развивались события, катера оказались удачно бронированными, и экипаж, как и жизненно важные узлы, оказались недоступными для крупнокалиберных пулеметов кораблей ФСБ. По этой причине и была вызвана авиация, уже с тяжелым ракетным вооружением. Наши катера в принципе не имеют систем ПВО, а потому бой с авиацией был не то что неравным, но наши были просто обречены. Только после попадания нескольких ракет, которые пробили бронированный корпус, один из бронекатеров потерял ход, а обстрел второго катера стал вопросом нескольких минут. В общем, бой был неравным, и из трех единиц флота две были выведены из строя. Заметим, повреждения катеров были как от многократных столкновений, Яны Капу, так и прямых попаданий авиационных ракет. И тем не менее, ни один из наших катеров не затонул, и до сих пор они находятся на плаву. Итого, американцы потеряли при столкновении с танкером своего эсминца 10 моряков. Норвежцы от столкновения с танкером потеряли фрегат. Но хоть экипаж остался цел, наши катера претерпели несколько столкновений, обстрел из крупнокалиберных пулеметов и авиационных ракет, и не потеряли ни одного моряка и ни одного катера. Как ни крути, а такой расклад говорит сам за себя. Мы умеем строить боевой флот. Пусть пока и маломерный, но он ведет себя достойно. И второе. Наши военные моряки даже в условиях реального боя сохраняют хладнокровие и выполняют свой долг просто великолепно, и сделали не меньше и не больше того, что надо было сделать. Это при том, что норвежцы – потомственные в 10-м или 20-м поколении моряки, а у нас – вчерашние выпускники военных училищ. Что же будет, когда они станут матерыми морскими волками, а под управлением у них будут настоящие ракетные корабли?